Самый долгожданный подарок к Новому году – открытие очистных сооружений власти приготовили сегодня жителям поселка Усть-Курдюм. Напомню, несколько лет люди добивались того, чтобы в поселке появилась чистая питьевая вода. С тему продолжит Юлия Шишкина. Валерий Радаев принимает работу на самом важном объекте села Усть-Курдюм – водоочистной станции. Несколько лет селяне жили без питьевой воды. В кран она подавалась прямо из Волги. Мутная и плохо пахнущая. Строительство очистных затянулось лет на пять. И вот результат. Разработчики оборудования уверяют, что учли особенность Волгской воды в Усть-Курдюме. Она отличается повышенным содержанием органических веществ и микроорганизмов. Здесь применен лучший отечественный коагулянт Акваврат-30. Специально разработан для Волгской воды. По словам инженеров, здесь самое передовое оборудование с высокой степенью автоматизации. Есть испытательная лаборатория, где воду проверяют по многим параметрам. На нитраты, сульфаты, хлориды, запах, мутность. Сметная стоимость проекта – 50 миллионов рублей. Станцию строили в рамках программ «Федеральная чистая вода» и «Областной». Обеспечение населения Саратовской областью питьевой водой на 2011-2015 годы. Вода есть. Теперь за вами право все это обсудить. Как это, насколько и во сколько это будет обходиться подавать питьевую воду, чтобы не было здесь разных толкований. Поэтому понимание должно быть, что сегодня при всем, при том, чистая вода – это самое дорогое. События, которые очень долго ждали. Но будем надеяться на то, что курдюмцы почувствуют чистоту этой воды и все наладится. Мощность станции – 110 кубометров воды в час. Инженеры обещают, что она обеспечит питьевой водой всех жителей села. Это полторы тысячи человек. И даже рассчитано на прирост населения.